Право на освещение матчей Кубка Конфедерации из российских СМИ получили Первый канал, Матч ТВ и радиостанции ВГТРК. Для неаккредитованной прессы в дни проведения игр работать будет медиа-центр, который открыли сегодня. Здесь же состоялась первая пресс-конференция. Провели ее руководитель Краевого департамента информационной политики Владимир Пригода и первый замглавы Сочи Анатолий Рыков. Мы постарались сделать все, чтобы журналистам здесь, в нашем медиа-центре, было комфортно работать. Отдыхать, общаться. Мы постарались сделать так, чтобы каждый, абсолютно каждый рабочий день в городе Сочи был насыщен максимально пресс-конференциями, встречами с интересными людьми, спикерами. Медиа-центр расположен на территории Олимпийского парка, в помещении Сочи-автодрома. Здесь будут проходить пресс-конференции и брифинги с участием спортсменов, руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и спорта. Здесь установлены ноутбуки с выходом в интернет, мониторы для трансляции, бесплатный Wi-Fi. К слову, аналогичные центры появились также в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Перед стартом основных соревнований на пресс-конференции говорили и о проведенной работе по подготовке Кубка конфедераций. Если за спортивную составляющую и победу сборной России, естественно, городская команда не отвечает, то за создание праздничного настроения, соответственно, и комфортного пребывания как раз мы отвечаем. Стиль Кубка конфедераций. Весь город украшает на сегодняшний момент 22 700 квадратных метров баннеров. Практически вы видите, что в Меретинской низменности действительно создана уникальная атмосфера для болельщиков, любителей футбола. Мы надеемся, что это позволит в полной мере, в праздничном настроении посмотреть те игры, которые намечены. А Сочи уже встречает чемпионов мира. Сборная Германии прибыла сегодня, чтобы в третий раз в своей истории принять участие в Кубке конфедераций. 19 июня команда сыграет на стадионе Фишт с Австралией. 22 июня отправится в Казань на матч с Чили, а затем вернется в Сочи, где 25 июня встретится со сборной Камеруна. В курортной столице состоятся три отборочных игры и полуфинал.